девочки всем привет очень рада вас всех приветствовать на моем канале про вязание добро пожаловать я очень всем рада сегодня воскресенье 23 февраля и я решила начать снимать свой очередной влог почему решила думала вообще начну с понедельника сейчас время пол 11 вечера вот сегодня чего-то вроде как бы всего по чуть-чуть но немножко набралось и есть что показать как вы видите во первых мужские тапки которые был 1 1 тапочек был на половину связан да вот и провязала сегодня вот стопу и связал еще вторую все они готовы и нужно будет еще связать одни такие же мужские и одни подобные женские свекрови на 8 марта но начну это дело все немножко попозже в общем одна готовая работа есть да дальше о что я еще сегодня сделаю еще сегодня отсняла даже так распуск распуска и перевязываем я уже забыла как он называется в общем отсняла сейчас он у меня он заливается на канал наверное выставлю попозже в открытый доступ зальется там уже обработка пошла да только почему-то не открывается он стоит обработка прошла завершена но не открывается пока позже наверное откроется сделаю настройки выставлю в открытый доступ дальше что связала образец из пряжи помните я вам показывала кто смотрел до предыдущие блоги так сейчас покажу пряжа пехорка народная 220 метров 100 грамм цвет 329 лаванда по составу 30 шерсть и 70 процентов акрил высокообъемные но она такая не колючая пряжа нормальная бывает что даже с 30 процентными шерсти некоторые колются если мне не ходит значит она не колючая так связала сейчас еще образец влажный лицевой гладью я уже говорила что будем вязать детскую шапку на весну я связала лицевой гладью для того чтобы для подклада да то есть нижний слой будет лицевой гладью по верху у нас пойдет ажур скорее всего ажур хотя еще может передумаю и вот еще такой снут но я буду ориентироваться на нижнюю шапку поэтому связала лицевой гладью а верхняя все равно по будет номером побольше спит связаться здесь кстати рекомендуют спицы номер четыре но я этот этот вот этот образец связала спицами номер три с половиной потому что шапка что было немного поплотнее тем более нижняя да поэтому на три с половиной вот вверх скорее всего буду вязать уже на 4 чтобы она была побольше немножко так в общем образец сохнет пока завтра думаю уже сделаю расчеты и возможно начну вязать перед тем как снимать нужно будет сначала связать одно ушко начнем вязание сушек будет открытый набор петель так что интересный будет мастер-класс так что ждите дальше что я еще сегодня вязала даже все парка что я вам показывала да по описанию ксении маленького и вот сегодня начала вязать рукав сми осталось связать рукавах и потом вот здесь вот небольшую планочку да поэтому поверху по полочке пойдет вот так вот все это выглядит пока лежу рукава сегодня немножко тоже появлялась пока зажался телефон так и еще сегодня я со своим кардиганом так больше не знаю как его в кадр запихнуть он очень большой предыдущем влоге я показывал что у меня один рукав связан я его связала и вот 2 сегодня начала сейчас вот буквально до сидела снимала начала мастер-класса по рукаву объяснила как вязать все дальше не считаю вот до этого места просто вязать нужно уже потом снимать вот завтра хочу целый день сидеть вязать рукав чтобы с ним уже разобраться извиняюсь довязать до снять вот это вот все дело и потом постирать спрятать кончики постирать заблокировать потому что не знающий всем наверно попробую показать вот вот с одной стороны нормально с другой вообще перекосило очень сильно даже заметно да тут и петли более расхлябанные получили здесь по плотней поэтому думаю как-то заблокировать перед тем как уже делать обвязку будет потому что ложная кетлевка будем вязать в короче на и ряды ну тут он где у меня горловина будут укороченные ряды вывязываться чтобы прям загиб такой был пышный вот поэтому думаю сначала постирать заблокировать чтобы было попроще вот петельки набирать и все кучу кончиков еще нужно спрятать так что вот завтра по плану будет у меня вязаться рукав чтобы мне его связать до снять все полностью хочу объяснить снова да мне вот нет отдельного лайфхата лайфхака как закрывать по моему нету на канале как закрывать петли иголкой петля в петлю до закрывать поэтому буду опять наверно сниму покажу подробно вот ну так вот на этом все сегодня вот это повязала так что начинаем влог с воскресенья но тоже думаю что неделю все равно его снимать не буду дня три и и опять вам выложу то было что посмотреть а сейчас все пошла спать девчонки снова всем привет сегодня у меня уже наступил четверг время время сейчас скажу время время 11 25 пол 12 в общем только что приехала домой с вождения сегодня покаталась так неплохо в общем все девчонки осталось совсем немного мандражирую конечно во вторник уже все будет внутренние экзамены уже будет решен вопрос кто допущен до экзаменов кто нет вроде как бы билеты знаю все и дома решаю и в школе решаю когда приходим на учебу но все равно волнуюсь думаю скорее бы уже больше все это закончилось и все так сегодня этот влог хочу девчонки закончить в общем покажу вам сейчас что у меня сделано за эти дни и наверное буду видео монтировать и сразу же залью вам на канал чтобы вы смотрели и следующий влог уже начну наверное скорее всего с начала недели да то есть сначала марта там уже у меня все новое пойдет так что давайте расскажу в общем рукава все связаны оба да на кардиган я его не расправляю в общем мне тут присоветовали кстати написали что можно зачем стирать кардиган блокировать до сначала нужно связать планку а потом уже вместе с планкой все это блокировать но очень не знаю решила прислушаться но думаю напишите каждый свое мнение не знаю присоветовали так вот хочу думаю что тогда стирать не буду хотя эта страна у меня почему-то расхляба не получилось чем вот это не знаю почему вот так с кардиганом все я даже кончики все попрятала уже даже чтобы хотя бы этого не было и все останется только планка ее нужно снимать это все рукавчики тоже отсняты все подробненько вот в общем с этим все и что еще повязала повязала вот эту парку так один рука связала вчера целиком тоже сделала платочную вязку также как и по низу да это вот низ у меня тоже сделал платочную вязку просто вязала прямой рукав у меня примерила на себя и понимаю что если я начну делать убавки то ну будет узко да потому что у меня рука достаточно такая полная поэтому так вот связала прямо и потом просто здесь делала бабочки все сидит нормально фоточки потом сделал осталось мне очень связать еще тут один рукав но и потом вот здесь вот эту обвязку планочку сделать до по этому краю туда где будет вставляться замочек и все вот все девчонки больше я ничего не вязала пока так вот но сейчас хочу вот посидеть немножко есть свободного времени пару часиков посидеть вот этот рукав повязать просто что-нибудь посмотреть потому что снимать сейчас точно у меня ничего не получится мастер-класс особенности ну что дома бродня все что-то бродит разговаривают и заткнуть рты у меня не получится опа фокус пропадает ничего себе так вот так вот в общем это так откладываю и что нашла я в общем оказывается еще один моток пряжи так сейчас подождите еще один моток пряжи нашла насочную пехорку так цвет золота тут 200 метров на 100 грамм как я и вам говорила да в общем решила что еще одни тапки свяжу мужские домашние получается на пару таких тапок у меня уходит один моток и еще даже немножечко вот столько остается. Есть у меня еще вот этого же цвета, еще вот такой вот моточек. Тоже тут чуть-чуть есть. Вот думаю, если у меня с этого, ну нет, все равно на вторую пару не хватит, ни туда, ни сюда. Ладно, будет видно, в общем. Пока вот хочу связать еще вот эти, еще одни мужские тапки и потом нужно будет еще одни женские связать. Но я уже говорила, да, для свекрови на 8 марта. Так, пока все, нужно будет еще начинать мастер-класс по детской шапке, как я вам уже и говорила, да. Сейчас, секунду, достану. У меня тут такая заваль, девочки, на столе, честно говоря. Так, это вот тот, что связала образец. В общем, нужно будет начинать этот мастер-класс. Ну, сейчас еще кубатурю, как это все мне вот это вот в голове разложить, чтобы правильно все сделать, чтобы не перевязывать все это 20 раз и не переснимать. Ну, в общем, будет видно. Вот. Что еще хотела? Ну, сейчас, наверное, пока все. Ну, ту шапочку анатомическую, да, по описанию Ксении Маликовой я так и не распустила, кстати. Давайте сейчас тоже покажу. секундочку. Так и не распустила она у меня пока вот в таком же этом, но по-любому распускать буду, потому что маленькая, да, не то, не все, но хочется связать. И вот это вот так все и есть. В общем, это макушка и все из Ализе Бэби Бест. Вот. И все, пока все. Хочу довязать больше, разобраться с этой паркой. Возможно, даже сегодня этот рукав довяжу. Ну, и нужно больше до конца довязывать кардиган. Осталось, в принципе, немного. Осталось самое интересное. Это планочка, да, сложная кетлевка. И, в общем, там с укороченными рядами будем вывязывать. Ну, интересный будет, конечно, этот мастер-класс. И все, нужно будет монтировать, стирать, снимать превьюшку и заливать на канал потихонечку. Не знаю, думаю, наверное, что сделаю, скорее всего, в двух частях. А, возможно, даже в трех кардиган будет. Но посмотрим. Вот. Девчонки, у меня пока все на этом. Влог заканчиваю, как я уже и сказала. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх. И, кстати, девчонки, нажимайте на колокольчик, да, у кнопочки подписаться, чтобы вам приходили уведомления о моих видео, да, потому что почему-то просмотры упали. Было куда больше просмотров. Может, просто вы не видите моих видео, да. Поэтому ставьте, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Ну, если вы здесь впервые, еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Я очень рада всем новым подписчикам и подписчицам. Все, девочки, давайте. Всем пока-пока, до скорого.